Музыка Давайте послушаем мальчиков. Музыка Сегодня у нас в студии Артур Вафин, главный редактор и программный директор радио Шансон, как мы считаем, средством массовой информации или развлекательной организации. Которая, собственно, ответственна за легитимизацию всей этой блатной культуры в массах. Мы этой отпускаем, просто прекрасной блатной культуры, может быть, кто-то считает. Этой или той, да. Скажите, Артур, вы вообще считаете, что радио Шансон несет ответственность за популяризацию и этой песни в том числе? Вы знаете, я думаю, что любое средство массовой информации за что-то несет ответственность, поскольку влияет на умы наших граждан. Артур решил взять общей. И что касается формулировки, которую вы сказали, на самом деле, я думаю, все давным-давно уже не так и не соответствует действительности. Радио Шансон ничего там не популяризирует, поскольку все-таки задача у этого средства массовой информации немножко другая. Это радиостанция, которая, наверное, на сегодняшний момент, на мой взгляд, занимается таким очень сложным, да, но правильным делом, как возрождение национальной песенной культуры. Куда, наверное, можно включить много разных песен. И вот это замечательное произведение, которое исполнили эти дети, наверное, тоже является частью национальной песен, песенной культуры. Вы знаете, на самом деле, мне немножко забавно вообще на это все смотреть, потому что я не вижу здесь, вот, вы знаете, я сам педагог по образованию. Я так и знала, что Радио Шансон руководит педагог. Вы знаете, меня на самом деле поражают вот люди, которые там руководят школьными, да, школьными учреждениями, такое ощущение, что они живут совершенно в другой какой-то реальности. Или делают вид, что живут в другой реальности. Или делают вид, что они живут в другой реальности. И на самом деле, вот их возмущает то, что этот детский хор исполнил, там, эту песню, да. Да, у меня есть давний приятель Андрей Пряжников, который некоторое время назад придумал хор детский, там, вообще детям, по-моему, 4-5 лет, называется он «Великан». Они исполняют там разные песни, в том числе поют замечательную песню «Постой паровоз, не стучите колеса». И, насколько я знаю, этот детский хор там успешно выступает, гастролирует на разных концертах. Поэтому, вот, ситуация с этим детским хором, и вот конфликт, да, который есть, он, мне кажется, в общем-то, не стоит выйти на лица. Успешно, значит, выступает, да? Вам вообще, как кажется, почему эта блатная романтика так популярна в массах? Почему она стала национальной русской песни? Была же нишевая история, потом появилась радиошансон, и оказалось, что это абсолютно мейнстрим. Это то, что все знают и все слышат. Ну, вы знаете, на самом деле, радиошансон же не вчера появилась, да, это уже 10 лет история продвигается, я говорю про нас, да. И вы совершенно правы, наверное, шансон, вот он перешел от нишевой какой-то истории, да, уже к москульту. Но, наверное, тут не очень справедливо говорить именно о блатной, вот как вы формулируете, да. Мы вообще это слово не употребляем, потому что, что такое блатная песня, там, для меня, да, это запрещенное что-то, да, это то, что является, по сути, андеграундом. Ну, окей, давайте. Наверное, да, наверное, это легализовалось в какой-то степени, да. Но все вот эти блатные песни Мурка в том числе и хорошие блатные песни, которые люди знают, там, да, как-то передаются они из уста, им уже там не то, что несколько десятков, это такая многовековая история. Та же Мурка была написана в начале, там, 20 века. Нет, ну а новые-то те, где та же образная система, тот же набор, с камня подсудимых, прокурор. Скажу страшную вещь, вы знаете, выходит очень много разных сборников, да, вот то, о чем вы говорите. Я даже понятия не имею, кто там на этих сборниках звучит, потому что... Дождите, вы скажите, а вы говорите, вы не употребляете термин «блатная лирика», а вы как ее так называете между собой андеграундом, или... Ну, мы с вами говорили об истории, да, как вообще все это происходило. Мы называем это, мы называем то, что звучит в эфире, мы называем это красивым, замечательным словом «шансон». Сейчас последует вопрос ведущих Артур, так что же такое шансон? Расскажите нам, пожалуйста, да. Неа, не будем, дальше пойдем. Вопрос в том, что сегодня, как вам сказать, да, мы жили в такой стране. Вы поймите, что история нашей страны, к сожалению, полна боли, страданий. А, вы имеете в виду лагеря и то, что большая часть населения пересидела? И, естественно, да, был период, когда, ну, что вы лучше меня знаете, да, какие люди попадали туда, да, и, конечно, эти песни не могли не появляться. Вопрос в том, что, как в любом, наверное, виде искусства, есть бриллианты, да, вот, и есть, в общем-то, подделки. Вопрос в том, что надо уметь отличать бриллианты от подделок. Ну, радио шансон играет исключительно бриллианты, я хочу рассказать. А вы открываете вот новые таланты же, наверное, время от времени, да? Вы их где берете? Что-то мне подсказывает, что не в тюрьмах. Вы знаете, сложно, да, совершенно правильно, но, вы знаете, сложно с талантами. У нас вообще вот прошло десятилетие, да, если говорить о музыке вот этих десяти лет, нулевых, да, прошедших нулевых, то, наверное, в музыке эти нулевые оказались нулевыми. Вот таких ярких героев музыкальных, и в шансоне в том числе, их можно по пальцам пересчитать. Но, к счастью, что они появились, и если даже сегодня проехать по той же Москве, да, и посмотреть, какие висят билборды, какие концерты в Москве, то, конечно, подавляющее большинство – это концерты и артисты, которые поддерживают радио «Шансон». Поэтому вас пригласили. Откуда берете таланты? Можно я вот… Хорошо, поехали. Когда-то берем таланты? Ну, откуда берем таланты? Нет. Вы знаете, я думаю, что тут несколько способов, да, нахождения. «Шансон» – авторская песня, да, вот в основе своей. Это люди, которые, как правило, сами пишут стихи, сами пишут музыку. Вопрос найти, надо искать, да, проводить какие-то конкурсы, проводить какие-то, знаете… Ну, мы живем сейчас в такое время, что, в общем, не так сложно передать свою песню. Ну, в общем, диски вам присылают, да? Быть услышанным, да. Вот так вот все банально. Я хочу сказать, что, например, та же Ирина Ваенга, которая сегодня является таким… Ну, они много говорят в последнее время, да? Да, это правда. Да, мы знаем ее. Впервые она прозвучала у нас пять лет назад. Совершенно случайно, да, попал диск с ее песнями. Да, мы поставили тогда ее пять лет назад, когда еще, в общем-то, никто ее не знал. А я бы хотела привести, знаете, какой пример, как низовая лексика, которая часто употребляется и в песнях, которые мы называем шансоном, попала уже в нормативный русский язык. Мы взяли интервью у профессора РГГУ Михаила Одесского, который, собственно, специализируется на этой теме. «Феня» – это, строго говоря, не «феня», а «о», «феня». И этим словом, по крайней мере, в XIX веке в России обозначали «бродячих книгонож». Слово, возможно, тоже, думаю, многих шокирует, греческого происхождения, вот прилагательного «финский». Может быть, потому, что книгоножи торговали религиозной литературой, и это могло быть связано с Грецией. Они ходили по всей России, и кроме того, что это была розничная торговля, очень-очень не исключено, что они передавали какую-то информацию для воровской среды. И для этих «офень» был характерен своего рода такой жаргон – язык закрытый, который был непонятен тем, кому он должен был непонятен. Отсюда появилось выражение «феня» – «офеня», то есть закрытый язык, в общем, предназначенный для криминального мира. И со временем это слово получило такое широкое хождение, и, видите, даже начальная буква «о» отпала, то есть «феня». Еще интереснее слово-сочетание «ботать» по «фене», которое мы с вами обсуждали. Может показаться, что это слово «болтать» видоизмененное, но если верить «далю», история здесь несколько иная. Видимо, слово «ботать» связано, во-первых, это, видимо, русское диалектное слово, и, видимо, оно связано не со смыслом говорить, а со смыслом совершать какие-то движения. Видимо, есть несколько смыслов, но вот тот, который я помню, это шест. Вот, например, рыбу можно этим шестом гонять, вот как-то так. То есть, видимо, такое вот движение, как мне, представляется в воде. Или вот еще, знаете, такое слово «разводим», да, вот, что-то вот такое физического значения, которое может иметь значение, имеет смысл разговоры серьезных людей, да, вот. Чем отличаются тексты исполнителей шансона с тюремным и лагерным опытом от тех, кто этого опыта не имел? Вот не поверите, понятия не имею. Я хочу вам сказать, что, наверное, вот основная, наверное, проблема, да, когда, вот, знаете, приходится обсуждать шансон в контексте том, в котором вы сейчас пытаетесь вести беседу, да, конечно, это, на самом деле, проблема в плохой информированности, наверное, населения, можно так сказать, да, которое по-прежнему считает, что почему-то, когда мы употребляем, там, слово «шансон», мы всегда вот как-то съезжаем вот именно туда, да. Я честно вам скажу, что сегодня шансон – это музыка с совершенно другим лицом, с совершенно другим контентом. Но я ездила в такси, я слышала, там, как бы, 70% такой музыки. Вот, ну, я не знаю, что вы слушали, Ольга, тут уже сейчас мы с вами можем вступить в какой-то культурологический спор и говорить, что вам это кажется вот таким. Ну, знаете, очень сложно, наверное, обмануть людей, действительно, вот вы говорите, что огромное количество народа сегодня слушает шансон. Там, действительно, вот, ну, как вы заставите людей слушать то, что им не нравится, да, то, что им сегодня кажется, там, неактуальным. Шансон, на мой взгляд, это, в первую очередь, отражение жизни и жизни реальной. Если мы говорим вот о той субкультуре, которая была в музыке, там, в последние 70-80 лет, то, опять-таки, это было отражение той ситуации, в которой находилась страна, да. Сегодня жизнь изменилась, и, конечно, изменилась шансон, но уже с совершенно другим, с другим репертуаром, с совершенно другим смысловым, я бы сказал, наполнением. Но, все-таки, отвечая на ваш вопрос, да, я был хорошо знаком с Михаилом Савичем Таничем, который много лет провел в застенках, да, и, конечно, все это не могло мне найти отражения в том, что он делал, да. Да, и группа «Леса Павла» до сих пор существует. Я хорошо знаком с Александром Васильевичем Новиковым, да, который тоже находился. И я считаю, что эти люди создавали и создают гениальные песни и спектр творчества на того же Танича, Ольга, да, ну, я не буду вам говорить, от «Черного кота», заканчивая лучшими песнями «Леса Павла». На мой взгляд, еще раз говорю, это мера таланта. Все-таки талантливый человек создает талантливые песни, а бесталантные люди, ну, слушайте, когда был Высоцкий, да, там много людей после него решили, что они тоже Высоцкий, взяли гитару в руки и стали хрипеть. Между тем, у нас есть определенная статистика, мы хотели привести вот ее, кто из известных авторитетных исполнителей все-таки сидел, как это сказалось, на их карьере. Певец Игорь Погорелов или Расписной, так его называют за обилие татуировок, рекордсмен по пребыванию за решеткой, 8 судимостей. Из 46 лет жизни он отсидел 30, все за бытовые ссоры с родственниками. Последний раз в 2008-м его арестовали за избиение отца, а чуть позже он скончался от цирроза печени. Слава к Расписному пришла, когда он отбывал очередной срок в Елецкой колонии. Там в 2003-м он выиграл первый всероссийский конкурс песни среди заключенных «Калина Красная». На следующий год Погорелова досрочно выпустили. Он переехал в Москву и подписал контракт с лейблом «Союз Продакшн». В итоге в его репертуаре более 300 композиций, а среди зэков он до сих пор остается самым четким шансонье в России. Четыре раза в местах лишения свободы побывал Иван Кучин. Внешне напоминающий Ким Чен Ира, свой первый срок певец получил еще в 1980-м году за кражу аппаратуры в Доме культуры. Следующие три судимости также были связаны с воровством. В итоге в тюрьме он провел почти 13 лет. Первый альбом «Судьба воровская» он выпустил уже через три года после освобождения. В 1997-м диск стал одним из лидеров продаж. Александр Новиков часто напоминает о своем тюремном прошлом на концертах и пеняет на коллег по цеху, мол, блатняк исполняют, а сами-то и не сидели ни разу. В тюрьму Новикова отправили в 1985-м году за хищение государственной собственности. Он держал подпольную студию звукозаписи, через которую продавал музыкальную аппаратуру в клубы. Его посадили на 10 лет в колонию строгого режима, но отбыл он всего половину срока. В 1990-м исполнителя отпустили по личному распоряжению Бориса Ельцина, после чего Новикова всячески реабилитировали. Наградили высшей церковной наградой, орденом Данила Московского, а в прошлом году назначили руководителем Екатеринбургского театра эстрады. Авантюрист, монархист и певец Михаил Звездинский и вовсе родился в тюрьме. Сразу после войны, в 1945 году, его мать была репрессирована. Но мальчика из-за решетки на воспитание забрала бабушка. Вскоре он туда вернулся, в 1962 году, за кражу машины и драгоценностей. После постоянно сидел еще на протяжении 10 лет. Сначала за дезертирство, потом за изнасилование. А в 1982 году он отправился в тюрьму четвертый и последний пока раз, за взятку. После этого Звездинский начал масштабную творческую деятельность, главный мотив которой – белогвардейская романтика. Сегодня Звездинский – член партии ЛДПР. И, наконец, Александр Залупин. Личность уникальная. Он первый и пока единственный гейшен Санье в России. Живет и творит в Ростове-на-Дону, где уже успел отсидеть за воровство. Поговаривают, на зоне он занимал низшую ступень в иерархии, потому и стал геем. Оттого и все песни у него исполняются от лица униженных и оскорбленных зэков, которые настоящим пацанам совсем не по душе. В прошлом году вышел новый альбом Залупина под соответствующим названием «Сладкий и гадкий» с петухом на обложке. Артемий Троицкий назвал его самым странным и в то же время ярким релизом последнего времени. Певца даже номинировали на премию Сергея Курехина. Правда, как выглядит Александр Залупин, никто не знает. Вполне возможно, что это всего лишь эффектная мистификация. Действительно, мистификация очень эффектная. Между тем, то, что у нас называется шансоном в Грузии, например, считается вредной в культурном плане и в плане просветительской истории. И поэтому, как только началась война с криминализацией страны, после революции в 2004 году... Блатные песни немедленно запретили, да? Ну, их не запретили, но как бы постарались убрать из употребления даже в ресторанах. И мы записали интервью с бывшим министром культуры Гокко Габашвили, который нам объяснил, почему, собственно, тогда власть приняла такое решение. Да, мы выиграли чисто общественную, так сказать, борьбу в этом деле. И не только мы, и не только люди, которые, так сказать, общественные деятели, и сами музыканты, и сами люди искусства, которые в этом участвовали и участвуют. Но и, конечно, силовые структуры, которые уничтожили эту почву. Эту почву романтики, почву безнаказанности, и почву шикарной жизни для воров и для криминалов, и для главарей организованной преступности. Если нет этой романтики, если нет шика, если воры не разъезжают на больших мерседесах, и министрами встречают в аэропортах, и вместе с ними не гуляют в саунах, этот мир сам собой не организовывается, без помощи государства. А государство должно этому не помогать, а должно беспощадно с этим бороться. Как вы относитесь к этой грузинской инициативе? Знаете, я вспомнил такой эпизод, когда в 2008 году случился наш конфликт, известный, и за несколько дней до этого конфликта мне позвонил Иракли, Персхалава, и он сказал, послушай, мы песню записали на грузинском языке, вы же на иностранных языках песни не ставите. Я говорю, не, ну ты принеси, послушаем. Он принес песню, старинная песня, Сокартвелла Ламазо, что в переводе с грузинского означает «Родина моя». И когда началась вся эта история ужасная, мы ее поставили в ротацию, и, вы знаете, звонили эти грузинские ребята, радиошансон, и со слезами на глазах нас благодарили. И, в общем-то, для меня, понимаете, оценивать инициативу грузинского правительства, оно имеет полное право запрещать что-то, разрешать. И, знаете, шансон, он как-то людей должен объединять. И вот в 2008 году одна единственная песня, она, знаете, как-то сплотила, сплотила большое количество людей, грузин, а не грузин. Мы, знаете, мы даже не ожидали у нас, эта песня неожиданно, несмотря на то, что она полностью на грузинском языке вышла, там, чуть ли не на первое место нашего хит-пора. Ну, какое же вы большое дело сделали? Нет, на самом деле понятно, что в любом жанре есть свои жемчужины, вот, и мы, на самом деле, попытались провести эксперимент. То есть очистить одну из самых знаменитых, так называемых, блатных песен от такой вот шелухи, от исполнительских всяких особенностей, да, и просто попытаться продекламировать текст, просто попытаться оценить сам текст. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Гоп-стоп, мы подошли из-за угла, Гоп-стоп, ты много на себя взяла, Теперь расплачиваться поздно, Посмотри на эти звезды, Посмотри на это небо и на эти розы, Посмотри на это море, Ты видишь это все в последний раз. Гоп-стоп, ты отказала в ласке мне, Гоп-стоп, ты так любила звон монет, Ты шубки беличьей носила, Кожа крокодила, Все полковником стелила, Ноги на ночь мыла, Мир блатной совсем забыла, И перо за это получил. Гоп-стоп, Семен, засунь ей под ребро, Гоп-стоп, смотри, Не обломай перо, Об это каменное сердце, Суки подколодной, Ну-ка, позовите герца, Пусть прочтет ей модный, Самый популярный В нашей синагоге отходняк. Гоп-стоп, у нас пощада не проси, Гоп-стоп и на луну не голоси, А лучше вспомни ту малину И Васькину картину, Где он нас с тобой прикинул, Точно витрину, в общем, не тяни резину. Я прощаю все, кончаю, Семен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok